МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задача этой администрации именно направлять стратегически всех высших должностных лиц регионального правительства, которые занимаются стратегическими планами на развитие региона. И именно аккумулирование усилий в этом органе позволит видеть план, и куда движется область со стороны, и принимать какие-то оперативные решения. Посодействовал Институту полномоченного и уменьшении долга государства бизнесу. К концу прошлого года сумма задолженности уменьшилась на 700 миллионов рублей. Успешные результаты приносит и программа антиревизора по опробированию чек-листов. Документы, которые структурируют и сводят все требования сферы контроля и надзора воедино. Кстати, и тут наш регион оказался первопроходцем. Специальная рабочая группа, созданная еще в конце 2017 года, испробовала проект будущих чек-листов на заведениях общественного питания. В частности, проверку на соответствие всех критериев документа одна из первых проходила столовая областного правительства. Мы видим отклик в этом году. Трендом стала тема некой регуляторной гильотины. Мы начинали это еще в 2018 году. И, соответственно, мы направили необходимые материалы, которые разрабатывали по чек-листам, что является избыточным требованием, какие требования устарели. Все это было направлено в федеральные структуры. О том, что худшие практики отравляют жизнь многим, подчеркивает и сам Морозов. На встречу он добавил, что на минувшем форуме руководители регионов РФ в Москве об идиотских практиках говорили на всех уровнях. Везде шел разговор об этих идиотских практиках. Прямо вот она так вот звучала. Я надеюсь, что мы с вами не только будем продолжать двигаться в рамках федеральной гильотины, для того, чтобы устранить федеральные излишние или дурацкие требования. Но и я там на всех девяти столах, на всех встречах продолжал убеждать, что нужно параллельно заниматься и региональной, и муниципальной делительной. Основной проблемой бизнеса остается теневой сектор экономики. Сегодня 40% предпринимателей находятся в тени. Еще одно зло, с которым предстоит бороться – административная равнодушие к бизнесменам со стороны чиновников. Со слов Толчиной, порой вторые прибегают к крайним мерам, и предпринимателям не остается ничего, кроме как закрывать свое дело. Не исполняют власть имущие и договоренности. Омбудсмен предложил губернатору усилить мониторинг за исполнением обещаний. Мы знаем с вами действительно, как чиновники могут заболтать любую проблему. Поэтому давайте создаем такую экспертную комиссию при вашем институте, чтобы она занималась более конкретным жестким мониторингом соблюдения тех договоренностей, которые достигнут. За основу работы комиссии возьмут опыт Общероссийского народного фронта. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова